Третий день подряд в стране регистрируют меньше тысячи новых случаев коронавируса, что говорит о спаде заболеваемости. Об этом сообщают в республиканском штабе по борьбе с COVID. Но несмотря на это, эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. В целом же по стране статистика по коронавирусу выглядит следующим образом. В Кыргызстане за прошедшие сутки зарегистрировано 969 новых случаев COVID-19 и вне больничной пневмонии. Из них в Бишкеке – 611, в АШ-6, в Чуйской области – 86, в Оржской – 22, в Таласской – 18, в Нарынской – 20, в Иссыкульской – 59, в Джалабадской – 88 и в Баткенской области – 59. С начала пандемии в республике выявили 159 089 случаев заражения. Тем временем выздоровели от коронавируса ещё 1616 пациентов. За сутки от COVID-19 зарегистрировано 14 летальных исходов. В Кыргызстане за год коронавирусом заболели 2094 ребёнка. По словам главного врача Национального центра охраны материнства и детства, в основном дети поступали в состоянии средней тяжести – 24,5%. В тяжёлом состоянии – 16,5%. В крайне тяжёлом состоянии – чуть меньше 2%. Осложнения болезни проявлялись в 37,5%. К сожалению, скончались шестеро детей. Также главврач рассказала об опасных признаках коронавируса у детей, при которых требуется немедленная госпитализация. Это если ребёнок плохо сосёт грудь, есть судороги, сонливость или отсутствие сознания, стонущее дыхание, учащённое дыхание, 60 или более дыхания в минуту, выраженное втяжение грудной клетки, если мама наблюдает, если желтушность ладоней и подошв, и если лихорадка выше 38,5 градусов Цельсия, если, наоборот, низкая температура тела, например, меньше, чем 35,5 градусов Цельсия, отсутствие движений и движения только при стимуляции, центральный цианоз. У детей в возрасте до 2 месяцев всё это является показанием госпитализации. Как продолжают отмечать медики, вакцинирование является самым эффективным методом борьбы с коронавирусом. На сегодняшний день по республике всего функционирует 914 временных прививочных пунктов, а некоторые из них работают круглосуточно. Напомним, все граждане старше 18 лет, имеющие документы, удостоверяющие личность, могут обратиться в центры вакцинации и пройти иммунизацию. Перед тем, как получить прививку, специалисты проверяют состояние здоровья. Обязательно здесь предварительно осмотр ведется у больного, измеряется артериальное давление, температура, частота сердечных сокращений и пульсометрия идет. Затем идет опросник, у нас специальная форма есть. После получения вакцины у нас пациент сидит минут 10-15, мы ожидаем, не будет ли реакции. Для необходимой анафизической шок у нас предоставлены. Все, что необходимо, оборудование, первая медицинская помощь. В Кыргызстане за последние сутки антиковидную прививку получили 13 682 человека. Из них вторую дозу – 1847. Всего же по республике вакцинировано более 366,5 тысяч человек. Врачи по-прежнему призывают граждан соблюдать санитарные правила, носить маски, соблюдать социальную дистанцию, обрабатывать руки и не посещать места массового скопления людей.